Габриэль Рижа В театре Водевиля, исполняя все более заметные роли, она стала ведущей леди театра Варития. Эту должность она совмещала с выступлениями в более значимых спектаклях других театрах. Стала известна в основном своими ролями в комедиях, но время от времени производила впечатление в серьезных ролях персонажей. Ее самым большим успехом была роль Катрин, врач, которая становится герцогиней в исторической комедии-драме «Мадам без правил» с Орду и Моро. Она создала эту роль в 1893 году и часто играла ее на протяжении большей части своей карьеры. Среди других ее знаменитых ролей была Нора в кукольном доме Генриха Гибсена. В 1894 году эта роль принесла автору его первый успех во Франции. Родилась в Париже 6 июня 1856 года. Ее отец, бывший актер, умер, когда ей было около пяти лет, оставив свою вдову в тесненных обстоятельствах. В 1870-71 годах ее образование в пансионе Булле было прервано осадой Парижа и кровавыми событиями Каму. У Рижан были амбиции уйти на сцену и, получив неохотное согласие своей матери, она успешно подала заявление к Франсуа Жозефу Ринье, выдающемуся актеру и педагогу, о приеме в его класс в Парижской консерватории. В 1874 году она выиграла вторую премию в консерватории за камень. Предпочла ей пертуар и более высокую оплату в театре Вадевиле. Дебютировала в Вадевиле в 1875 году в прологе «Кревью мира» в Калервиле, произведя впечатление. Рецензент прокомментировал, у нее лукавый и жизнерадостный вид парижан, грезетки, гибкий голос, приятного тембра и совершенное самовладание. Качеств более чем достаточно для успеха на сцене. Добилась своего первого существенного успеха в роли Никки от комедии Фанни Ливер. Оставалось в Вадевиле 8 сезонов, привлекая внимание публики. Признанной в звезде театр Джулии Барте досталась лейная доля ведущих ролей, но Режан оставила и свой след. В 1877 году Режан впервые из многих появилась в Лондоне. В 1882, через год после ухода на пенсию Гортезни Шнайдер, звезды театра Варите, Режан была приглашена туда в качестве ведущей ле. В течение следующих 10 лет Режан появлялась в шести или более парижских театрах исключительно разнообразных пьес. Актер и режиссер Андре Антуан описал ее игру. Неожиданная, неузнаваемая Режан. Это была элегантная парижанка, сгорбленная и старомодная в одежде бедной горничной. Так убедительно преобразилась в человеческий облик, что сама превратилась в Жермини Лассер. Прежде всего, во второй часть, когда Жермини, постепенно разлагаясь, старея, переживает свое горе. Это так по-настоящему от людей. Именно тогда актриса наконец-то достигла величия. Так писал режиссер Андре Антуан о ее игре. Среди тех, кто видел спектакль, был Марсель Пруст, который стал преданным поклонником, а позже другом. Его героиня Берма, великая актриса в исследовании времени, частично основана на Режане. В 1893 году выходит замуж за Поле Порелли, режиссера Водевилля. У них родилось двое детей. Писали, что люди будут толпиться на Водевиль, мадам без правил, если только для того, чтобы увидеть Режан в образе мадам Сан-Жени. Затем сыграла Нору на французской премьере кукольного дома Генриха Гибсен. В 1894 году Режан вернулась в Уэст-Энд. В феврале 1895 открылась сезон в театре Эбби, Нью-Йорк, лицензии на Режан были превосходными, но в меньшей степени на пьесы. Режан была настолько возмущена отсутствием признательности, что поклялась никогда не возвращаться. Она увезла свою трубу обратно в Париж, через Лондон, где они сыграли сезон с большинством из тех же пьес при полных залах. Ее увидели зрители в Бельгии, Дании, Нидерландах, Германии, России, Австрии, Румынии, Италии, Испании и Португалии. В 1906 году писатель Арнольд Беннет, проживавший в то время в Париже, написал. Она устроилась в новый театр, самый необычный и один из самых неудобных театров. Она убрала все из его четырех стен, и вскоре, засекдотая улиц Бланш, заметили, что на его фасаде была вырезана над театр Режан. Пошли и обнаружили самый замечательный театр в городе. Невероятно просторный, с залами размером со зрительный зал, широкими коридорами и декором одновременно строгим и великолепным. Режан была написана повсюду, даже на костюмах обслуживающих женщин. Париж был очарован, поражен, и теперь Режан украшает лоб столицы более ярким, драгоценным камнем, чем когда-либо. Она не ограничила свои ступления в Париже своим собственным театром. В 1911 и 1916 годах появилась в театре Порт-Сент-Мартен спектакля «Анри Баттай. Синяя птица». Нелась в шести немых фильмах. Во время Первой мировой войны приложила много усилий, чтобы помочь в делу союзников. Появлялась в Торолевском придворном театре в Лондоне патриотической драме под названием «Эльзас». Была удостоена звания кавалера Ордена Почетного Легиона. Умерла от гриппа в Париже 14 июня 1920 года в возрасте 64 лет. На следующий день на первой странице Фигаро появились слова «Арежан умерла. Тишина, господа и дамы Парижа, 1920 год, немного тишины, а для нас слез. Мы теряем душу Парижа». Вот так вкратце из переводной википедии о французской актрисе конца XIX и начала XX веков Габриэль Арежан. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok